Всем привет, дорогие друзья! В эпоху... В эпоху всё-таки кризиса стоит подумать, в том числе и о дивидендных аристократах, да? Давайте посмотрим, какие три аристократа являются действительно достойные, заслуживающие вашего внимания. Итак, начнём с самого малого известного, да? Это, конечно, компания Sherwin-Williams. Фамилия Sherwin-Williams, которая является крупнейшим производителем краской покрытия в Северной Америке, компания продаёт свою продукцию клиентам через оптовый бизнес и сеть более чем 5000 магазинов, принадлежащие компании. Sherwin-Williams оценивается в 68 миллиардов долларов и имеет годовой доход около 20 миллиардов. 16 февраля было объявлено, что акционеры получат увеличенные дивиденды на 9,1%. На дату выплаты 11 марта. В результате периода роста дивидендов составляет 44 года. Согласитесь, это очень удачный результат. Также на какую стоит ещё обратить компанию среди дивидендных, да? Это акции компании Next Energy. Это финансовый сектор, да? Одна из крупнейших электроэнергетических, финансовый энергетик, да? Одна из крупнейших энергетических компаний на рынке. Компания управляет двумя регулируемыми тарифами электрическими коммунальными службами, которая обслуживает 5,7 миллионов клиентов во Флориде. Представьте только, да? Какое-то огромное население. Также имеет крупнейший бизнес по возобновляемой энергетике. А это, кстати, обратите внимание, что является действительно уже следующий шаг. Так что вот на данной компании, я считаю, тоже стоит обратить внимание, потому что, конечно же, дивиденды у неё растут. И ещё одна компания, которая однозначно стоит обратить внимание, это компания Coca-Cola. У неё хорошая прибыль на акцию и стабильный рост дивидендов. И плюс компания Coca-Cola является одним из самых крупнейших брендов и один из самых дорогих брендов в мире. Я считаю, что данная компания является очень перспективной, в будущем. А как думаете, вы напишите своё мнение, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.